Приветствую вас! Информации о вас, конечно, конечно, немного здесь вот, если говорить именно про текст ваш. Вот, но! Вы говорите, что вы не можете влюбиться никак. И, что были в отношениях с парнем очень долго, и потом тяжело выходили из этих отношений. И, собственно, теперь у вас появляются отношения, когда вы видите, что парень в вас влюбляет. Ну, давайте мы, наверное, по порядку, я вот перечислил основные моменты, которые я хотел бы озвучить. Давайте по порядку. Значит, первое. Я не могу влюбиться. А зачем вам влюбляться? Вот это первый вопрос. Зачем вам влюбляться? Понимаете, дело всего в том, что любовь, это не то, что можно подчинить какой-то цели, или желанию, или что-то еще. Более того, любовь, это не то, что, к чему нужно стремиться, вот, знаете, целенаправленно. Чем сильнее вы стремитесь к любви, тем, соответственно, дальше она от вас будет. Потому что, стремясь к любви, вы стремитесь, во-первых, к чему-то идеальному для себя. Ага. И, во-вторых, вы преследуете какую-то цель, ну, желая влюбиться. А цели никаких преследовать при, ну, при любви. Если говорить о любви, то цели никаких преследовать нельзя. Значит, далее, что касается идей, что касается идеализации, то, опять же, момент здесь какой. А вы, если хотите влюбиться, а вы, как бы, значит, что делаете? Вы волей-неволей ищите, значит, человека идеального, человека, который, ну, соответствовал бы вашим представлениям о любви. Вот, вашим представлениям о том, каким должен быть молодой человек. Вот. Но, в действительности, реальный, реальный человек почти всегда будет отличаться, и вот это вот вам нужно понимать. Очень, очень хорошо нужно этот момент учитывать вам. То есть, первый вопрос, для чего вы хотите влюбиться, да, какая у вас попредственность. Вот. Второй момент, для того, что вы, значит, пишите о том, что были в отношениях очень, значит, долго. Вы пишите, что были в отношениях два года. И, значит, за эти два года, пишите, вы отдавали в силу себя этим отношениям. Вот здесь тоже очень интересный вам момент. Вы говорите, что отдавали отношениям в силу себя. Давайте так, значит, зачем вы отдавали в силу себя отношениям? Что вы именно отдавали этим отношениям? То есть, что именно вы давали? И, значит, следующее, наносило ли это вам вред? То есть, испытывали ли вы негатив от того, что вот отдаете что-то? То есть, понимаете, если вы отдаете в силу себя отношениям, то вы делаете это, ну, самостоятельно. Вы делаете это по желанию, вы, в общем-то, хотите этого, и вы счастливы только потому, что делаете. Вот. Если же вы отдаете в отношениях себя ради человека, чтобы что-то получить взамен от него, то это как раз-таки и приводит к тем негативным последствиям, о которых вы говорите. Но причина, по которой вы отдаете то, что, например, у вас, то, чего, например, у вас нет и так далее, связана с определенными, определенными ситуациями. Во-первых, это неправильная ориентация ценностей. Отношения – это не инвестиции, отношения – это не вклад, это олицетворение, по сути, идей культуры, культуры достоинств. То есть, когда вы цените человека просто, ну, просто за то, что он есть. И все. То есть, вы не считаете и не ждете, что он как-то вот вам там будет что-то делать, да, обязательно и так далее. То есть, вы понимаете его как самостоятельная личность. Значит, если же вы ждете что-то от человека, если вы ожидаете от него чего-то, то это вам нужно. Это ваша потребность. И эта потребность вам нужно удовлетвориться самостоятельно, чтобы не зависеть от человека. И сложность выхода из отношений связана именно с тем, что вы эмоционально или как-то иначе зависите от человека, с которым вы находились в отношениях. Соответственно, это зависимость нужно выявить, проработать и правильно удовлетворять. Ее не нужно подавлять, ее не нужно добавляться, ее нужно просто правильно удовлетворять, правильно реализовывать. Вот. Далее. Разрыв, значит, был очень сложный. Почему сложный? Для вас это была травма, какой опыт, какой вывод вы из этого вынесли. Потом еще общались, долго спали. Зачем вы с ним общались, какой цель, чего вы хотели. Далее вы пишите, значит, что вам противно становится и вообще теряете интерес к мужчинам, когда видите от них симпатию к себе. Это у вас, значит, скорее всего, защитная реакция идет, то есть, защитная реакция на страх, то что вы боитесь. Вы боитесь снова вступать в отношения. Вы боитесь снова вступать в отношения. Либо вы боитесь ответственности, которую вы несете в этих отношениях. Либо вы снова боитесь отдавать все себя этим отношениям, об этом вы не хотите, потому что для вас это сложно, слишком. Или нужно вот прорабатывать то, что именно вы хотите отдавать отношениям этим. Значит, либо у вас есть обиды на парня. Обиды на парня и плюс идеализация его. То есть, что он единственный, он один, театрные мужчины не выдерживают никакого сравнения с ним. И, естественно, если говорить о сравнениях, то, естественно, любой мужчина проиграет по сравнению с тем, кого рядом с вами нет. Это вот тоже нужно понимать. Это тоже, ну, желательно учитывать все-таки. Вот. Значит, ну вот, в принципе, в принципе, то, что я хотел вам сказать. То есть, отвращение – это защитная реакция, вопрос от чего. Второпажные интересы к мужчине, который проявляет к вам чувство – это, соответственно, потребностная сфера. То есть, вы для чего-то пытаетесь любиться, для чего-то вы пытаетесь обратить на себя внимание со стороны мужчин. Возможно, вы испытываете проблему сейчас самооценкой, то есть, разрыв был очень плотным, вы стали хуже о себе думать, стали по-другому о себе думать и теперь пытаетесь самоотвердиться. Вот так вот за счет других мужчин. И, опять же, опять же, и самооценкой, и с тем, что вы о себе думаете, и с тем, чего вы хотите, и с тем, значит, как вы самоутверждаетесь процессом самоутверждения, то есть, с правильным его направлением этого процесса, со всеми этими вещами нужно работать. И только тогда вы сможете не влюбляться, а быть готовы к тому, чтобы влюбиться. И последняя рекомендация, которую я хотел бы дать, это не пытайтесь искать любовь, не пытайтесь искать любовь, вселенаправленная с кэша. То есть, если вы хотите влюбиться, то это ваше желание. Нужно понимать, что человек, которого вы влюбляетесь. Во-первых, так, влюбленность – это не любовь. Влюбленность – это страх, влюбленность – это эйфория, влюбленность – это совершенно не любовь. Поэтому мы говорим, что вы хотите любить, нас говорим, что вы хотите искать страх. Вы хотите идеализировать, ну, кого-то идеализировать, ну, кого-то приводносить. И вопрос здесь касается в том, зачем вы хотите это делать, зачем вы хотите кого-то приносить, зачем вы хотите кого-то там любить, кого-то идеологию и так далее, зачем вас это нанести. Это тоже очень важный, на мой взгляд, вопрос, который нужно прорабатывать, который нужно разручать с вами, который нужно как-то вот разбираться, чтобы все-таки понимать, что с вами происходит. Любовь – это не любовь. Любовь – это когда вы хотите делать человека счастливым, когда вы хотите сделать его как можно более счастливым, но при этом ничего абсолютно не требуется. Вы абсолютно ничего не хотите получить от него замен. Привет. Прошу прощения за звук – это был мой телефон. Понимаете, то есть ситуация именно такая вот, именно такая ситуация, именно в этом контексте вам нужно работать. То есть не стараться влюбляться, а стараться организовать скорее свою деятельность правильно так, чтобы увидеть, кто из людей наиболее подходит вам в процессе деятельности. Вот это вот куда более правильно и куда более прогрессивная позиция, чем та, что мне кажется, есть у вас сейчас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!